Я хотел бы одну минуту на всех вашего внимания. Я сейчас расскажу одну историю, и мы все разойдемся куда-то по себе. Мы едем в ДК Хельмс на конференцию, это конференция Кристианская. Я бы хотел вас спросить, как вы думаете... Не так начали, извиняюсь. Я хотел бы вам один стих из Библии прочитать, это говорит о всех приходностях. Почему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что что? И он все согрешили. Этот человек, через которого все согрешили, был Адам. Через него грех перешел ко всем нам. И эта греховная кровь течет по нашим венам. Вы никогда не задумывались, почему маленький ребенок, обмазавшись без шоколада, и он говорит, что этот шоколад не он ел. Это и есть эта греховная кровь Адама, которая течет в нас. Но есть одна хорошая новость, что Иисус Христос две тысячи лет назад за нас заплатил цену, цену своей крови. Он забрал все грехи, он забрал все проклятия на крест, чтобы мы имели бы прощение, чтобы все мы имели бы оправдание перед нашим Отцом Небесным. Я что вам хочу предложить? Молитву покаяния. Я хочу вам предложить молитву покаяния, через которую вы можете помолиться и восстановить свое отношение с Богом. Я хочу, чтобы вы задали один вопрос себе в своем сердце. Вы когда-нибудь брали вещь, которая вам не принадлежит? Тот человек, который не свою вещь берет, называется вором. Вы когда-нибудь не почитали отца или мать свою? Пятая заповедь гласит, почитаем отца и мать свою, чтобы долгую жизнь имел на земле. Через эту молитву вы можете восстановить свое отношение с Богом. И ваша душа будет спасена. Никто не может, вы не можете оправдаться своими хорошими делами, потому что единственный оправдал, кто нас, это есть Иисус Христос, который за нас заплатил цену, чтобы мы были бы все спасены верой в Него. Может, есть таких людей, которые бы хотели бы помолиться о молитве и покаянии. Вы не бойтесь этих, которые сбоку вас идут. Они вылезут на другой остановке и уйдут вообще непонятно куда. Но у вас есть шанс на покаяние и на восстановление отношений с Богом. С Богом Иисусом Христом, который приносит радость, счастье, который приносит победу в вашей жизни. Может, у вас какая-то депрессия, может, у вас употребляют дети наркотики, может, мужья алкоголики, может, какая-то проблема есть, с которой вы не можете сами справиться. Но Бог, Иисус приносит освобождение. Иисус приносит надежду и у вас есть в этот момент восстановить свое отношение и попросить, чтобы Бог решил бы ваши проблемы.